К сожалению, в минувшие выходные без жертв не обошлось. С каждым жарким днем в Чувашии увеличивается количество утонувших. На прошлой неделе жертвами водной стихии стали 10-летняя девочка, 16-летний подросток, 73-летняя пенсионерка. По оперативным данным, с начала 2013 года в республике зарегистрировано 23 происшествия на воде. Спасены 14 человек, погибли 23. О правилах поведения на воде говорят со школьной скамьи, но не все им следует. Несчастные случаи в равной степени случаются как с детьми, так и со взрослыми. Несмотря на предупреждающие аншлаги, люди продолжают купаться в опасных необорудованных водоемах. Спасателям приходится вести круглосуточное дежурство. С прошлой недели уже начали объезжать водоемы, те, которые находятся на территории сельских поселений, и смотреть, делать анализы, выводы, как они обеспечиваются, как контролируются, потому что разговор состоялся до этого. В принципе, даже на тех прудах, где у нас утонули люди, аншлаги есть. Но человеческий фактор, к сожалению, он играет и по сей день. В ГКЧС Чуваши призывают отдыхающих к бдительности и внимательности. И не только на воде. Эти правила актуальны и во время отдыха на природе. Пока леса Чуваши от пожаров уберечь удается. 28 июня ввели ограничение на въезд в леса. В Заволжье установлено два контрольных поста. Возгораний на сегодняшний момент не допущено. Проводим двухкратное авиапатрулирование. Средства с республиканского бюджета в сумме 500 тысяч рублей выделены на авиапатруль. На сегодняшний день воздушным судном выполнено 19 полетов. Налет составляет 10 часов. Остаток полетного времени, согласно контракту, 20 часов. Кроме этого проводится и усиленное наземное патрулирование. Лесные инспекторы, сотрудники лесопожарной службы, работники лесничеств обходят свои владения. Галина Титарчук, Андрей Спиридонов, Республика.